В Твери впервые организован лагерь труда и отдыха для школьников. На ферме «Зао Калининская» уже работают две бригады по 15 человек. Это учащиеся 47-й школы поселка Литвинки. О новой форме летней занятости подростков рассказываем прямо сейчас. Десятиклассница Виктория Веселова из 47-й школы поселка Литвинки пока не определилась с будущей профессией. Но когда появилась возможность поработать на ферме, с радостью согласилась. Признается, что коров так близко видит впервые. Да, красивые, хорошие, ласковые. Да, вот меня сейчас уже сзади корова. Стало не особо тяжело, смотря какие задачи дают. Но так, в принципе, все нравится, все хорошо. Захотелось посмотреть, как наше хозяйство работает. Тоже помочь захотелось поработать здесь. Трудовое лето школьника Андрея Цемалина тоже проходит в лагере труда и отдыха. Вместе с одноклассниками юноши грузят тачку опилки и разводят по стойлам. Ну, интересно на ферме поработать. И, ну, все-таки западет еще. Почему нет? Каждому подростку, который труется на сельхозпредприятии, выдали новенькую форму и обувь. Рабочий день школьников длится три часа с перерывом на обед. Самое главное, вот разговаривать с ребятами, глаза горят, они такие счастливые и довольные, потому что общение с животными много дает для человека. И, может быть, они в последние эти два года своей учебы в школе пересмотрят свои взгляды и придут работать в сельское хозяйство. Это серьезный проект, обучающий. Они здесь имеют возможность ознакомиться не только с трудом, вот начиная от скотника. Они и ворошат сено, и убирают разводчика, разнорабочего. Ну, здесь масса вот таких профессий. Лагерь труда и отдыха на сельхозпредприятии – пилотный для Твери проект. Пока в нем принимают участие две бригады школьников, которые будут работать по 10 дней. Планируется, что в следующем году эта практика будет продолжена. Кроме того, до конца лета по договору с Центром занятости Твери в других профессиональных сферах также заняты почти 1300 школьников.